Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа! Сегодня мы поговорим с вами о Джо Байдене и его критиках. Мы все с вами знаем, с детства усвоили мудрость «Век живи, век учись». Вот бывший сенатор и бывший вице-президент Джозеф Робинет Байден, мы его никогда не называем Джозеф Робинет Байден, мы его называем либо Джо Байден, либо дядя Джо, анкл Джо. Так вот, Джозеф Робинет Байдену уже больше 70, он уже в середине восьмого десятка. Но вот житейскую мудрость «Век живи, век учись» он до сих пор не освоил. И в прошлом месяце, в июне, он за это поплатился. Соперники Байдена в борьбе за номинацию кандидата в демократическую партию в президенты дали ему понять, что он живет не в 20 веке, а на границе второго и третьего десятилетия века 21. Во вторник, 18 июня, совсем недавно, анкл Джо выступал в Нью-Йорке перед группой «Господ», состояние каждого из которых измеряется не одним миллионом. И эти господа размышляют, кому из демократов-претендентов-президентов следует подкинуть динжат на предвыборную кампанию. И вот, анкл Джо счел нужным объяснить этим господам, что он, 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 он и есть тот самый единственный претендент, способный наладить рабочий контакт с республиканцами. И чтобы слушатели в этом не сомневались, Байден вспомнил свое прошлое, первые годы депутатства в Сенате, это 70-е годы прошлого столетия. Он находил общий язык с сенаторами, взгляды которых на многие проблемы не разделял. Вот что сказал господам миллионерам 18 июня анкл Джо. «По крайней мере, существовала вежливость. Мы делали дело, мы во многом не соглашались, но дело делали, заканчивали начатое. А сегодня, сегодня вы смотрите на тех, с кем не согласны, и это враги. Не оппозиция, а враг. Мы уже не разговариваем друг с другом». Таким образом, Байден дал понять, что он в состоянии разговаривать с тем, чьи взгляды не разделяет. Сказанное Байденом не вызвало бы отрицательной реакции, если бы он не назвал двух сенаторов, с которыми во многом не соглашался, но делал дело. Этими двумя были ныне покойные Джеймс Истленд и Герман Толмич. Имена этих господ немедленно воскрешают в памяти каждого, кто знаком с историей, бытовавшие в южных штатах российские законы. Истленд. Джеймс Истленд в течение 35 лет представлял в Верхней Палате Конгресса в Сенате жители штата Миссисипи. Его называли «Голосом Белого Юга» – «Voice of the White South», то есть он был голосом сегрегации. Господин Толмич, сенатор из штата Джорджия, депутатствовал в Верхней Палате 24 года и также был ярым сегрегационистом. В 1964 году Истленд и Толмич, демократы, голосовали против закона о равноправии. И они были в числе сенаторов южан, которые бойкотировали в тот год, в 1964-й, бойкотировали Национальный съезд Демократической партии, поскольку их однопартийц-президент Лидон Джонсон подписал законы о равноправии. Джо Байден перешагнул порог сената в 1973 году. В 1973 году ему было 31 год, 32 еще не исполнилось, он был самым молодым депутатом Сената. Истленду был уже 69, Толминджу 60. Они были старейшинами. Вопрос, мог ли юный, самый молодой в Верхней Палате депутат игнорировать двух опытнейших однопартийцев? Ну, разумеется, не мог. И дело не только в молодости Байдена. Чтобы Сенат принял ту или иную резолюцию, демократам следовало быть сплоченными. Им следовало забыть о существовавших между ними разногласиях. Повторю еще раз сказанное о Байдене 18 июня. Мы во многом не соглашались, но дело делали, заканчивали начатое. И в тот самый день, 18 июня, когда Байден докладывал господам-миллионерам о своем опыте, средства массовой информации распространили его слова. И в тот же день сенатор из Нью-Джерсии Кори Букер, один из соперников Байдена в Бабе за номинацию, заявил, цитирую Букера, «Отношения вице-президента Байдена с надменными сегрегационистами не могут служить образцом, как сделать для черных Америку более безопасной и более доступной». Это сказал сенатор Букер. От Букера не пожелали отставать другие соперники Байдена. В частности, сенатора Берни Сандерс, Крэзи Берни, сравнил слова Байдена, цитирую Крэзи Берни, «с расистскими призывами Дональда Трампа». Сенаторша Камала Харрис выразила опасения, что Байден, цитирую Харрис, «не понимает темное прошлое в истории нашей страны». Еще одна сенаторша, Элизабет Уоррен, из стата «Масса-Юзет» заявила, «никогда не следует прославлять сегрегационистов». И заявления этих сенаторов, дамы и господа, дают понять, окажись они на месте Байдена, то они и пожелали бы, процитирую Байдена, «дело-от-дело с коллегами-сегрегационистами». Но бывший сенатор и бывший президент Байден ничем не отличался от своих однопартийцев. Сегрегационистами делали дело все без исключения президента. Демократы, ну начну с Франклина дела на Рузетта. Если бы Рузет отказался от сотрудничества с однопартийцами-южанами, только сегрегационистами, иных там не было, ни одна программа нового курса не была бы принята. В 1937 году президент Рузетт удовлетворил просьбу сегрегационистов, назначил в Верховный суд сенатора из Алабамы Уго Блэка, а Уго Блэк в начале 20-х годов был куклуксклановцем. Сенаторами-южанами постоянно делали дело сенатор из Мизури Гарри Трумэн и сенатор из Массатюзетса Джон Кеннеди. Став президентами, Трумэн и Кеннеди продолжали сотрудничать со всеми однопартийцами. На выборах в 1948 году президенту Трумэну противостоял сенатор из Южной Каролины Стром Торманд. Он отвергал антироссийскую политику президента. Торманд выиграл выборы в четырех южных штатах, но Трумэн остался на посту президента, и он легко наладил отношения с Тормандами, другими южанами, однопартийцами, сегрегационистами. Это далекая, дамы и господа, для нынешних демократов история. Очень далекая. 60-е годы, 50-е, 30-е, как далеко это все было. Давайте мы с вами обратимся к современной истории. 28 июня 2010 года скончался на 93-м году жизни сенатор-демократ из Западной Виржинии Роберт Берт. Вот как откликнулся на его смерть президент Барак Хусейн Обама. Обама сказал, Америка потеряла голос принципа и разума, потеряла голос принципа и разума. Вот как откликнулся на смерть Берда вице-президент Анкл Джо. Мой близкий друг, один из моих менторов. Окей, дамы и господа, голос принципа и разума депутатствовал в Сенате 51 год, с 59-го года до смерти в 2010-м. В середине 60-х голос принципа и разума был одним из самых ярых противников законов о равноправии, голосовал против этих законов. В молодые годы голос принципа и разума возглавлял местное отделение куклу-склана. В 1958 году в избирательной кампании за место в Сенате 41-летний Берт защищал свое членство в куклу-склане. В 2001 году, когда слово «ниггер» исчезло из активного словаря каждого добропорядочного американца, голос принципа и разума назвал в телевизионном выступлении своих противников «white niggers». Будучи сенатором, Обама сотрудничал с Бердом, как и сенатор Байден, как и сенатор Хиллари Кринтон, не мог не сотрудничать с Бердом и сенатор Сандерс, который стал депутатом Сената в 2007 году. Посмел Берд не сотрудничать. Берд был одним из лидеров фракции Демократической партии, и социалист Сандлер голосовал вместе с демократами. С Бердом сотрудничали сенаторы Эми Глобачар и Кирстен Джилибран, также нынешние претенденты на пост президента. И, разумеется, разумеется, сотрудничали бы с Бердом, если бы были в Сенате и другие сенаторы-демократы, рвущиеся ныне в Белый дом, и Кори Булкер, и Камила Харрис, и Элизабет Уоррен. Кстати, госпожа Уоррен, сенатор из Массассюзетса, владеет депутатским мандатом, который в течение десятилетий принадлежал ее политическому идолу Эдварду Кеннеди. Вот что однажды сказал сенатор Эдвард Кеннеди, его называют «либеральный лев», то есть «лев, стоящий на страже либерализма». Вот как он отозвался о председателе юридического комитета. Слушайте, я цитирую «либералость» Эдварда Кеннеди. «Скрупулезно справедливый и беспристрастный – это стиль его руководства», сказал Кеннеди, а председателе комитета юридического, председателем комитета был сегрегационист Джеймс Исланд. Госпожа Уоррен и ее коллеги, осудившие, как по команде Байдена, знают, я полагаю, мне хочется верить, они знают историю недавнего прошлого, когда в южных штатах правили исключительно демократы, считавшие чернокожихся граждан гражданами второго сорта. «Сегрегационисты представляли свои штаты в обеих палатах Конгресса, они были губернаторами во всех южных штатах, им принадлежало большинство мест в штатных легислатурах, белые избиратели голосовали только за демократов, черные избиратели были практически лишены права голоса. Вот как называли себя белые избиратели, это интересно, yellow dog democrat, yellow dog democrat, то есть они готовы были голосовать даже за шелудивого пса, если этот пес был демократом, ну естественно сегрегационистом. Об этом я повторю еще раз, хочется верить, осведомлены нынешние сенаторы-демократы, которые обрушились на Байдена за его добрые слова об однопартийцах-сегрегационистах. Но абсолютное большинство американцев, родившихся в последние 30 лет, понятия не имеют о том, какая партия внедряла и поддерживала российскую политику в южных штатах. Молодые американцы не сомневаются, это была республиканская партия. И реакция, реакция на выступление Байдена подтверждает это. Два примера. Утром 19 июня, то есть на следующий день после выступления Байдена в Манхэттене перед миллионерами, политический комментатор телекомпании NBC Кейси Хант, Кейси Хант, так прокомментировала в программе телеканала MSNBC слова бывшего вице-президента. Она сказала, Джо Байден с похвалой отозвался о двух бывших коллегах-республиканцах. Единственная проблема, они были сегрегационистами. То есть она сказала, что Байден говорил о республиканцах. Это 19 июня, на следующий день после выступления Байдена. 20 июня. На телеканале CNN выступал корреспондент газеты New York Times Астет Горндон. Он в частности заметил, цитирую корреспондента New York Times, почему в разговоре о необходимости двухпартийного сотрудничества Байден не упомянул других республиканцев не столь одиозных. То есть он упомянул республиканцев, но эти республиканцы одиозные. Госпожа Хант и господин Герден, они, дамы и господа, не рядовые журналисты. Госпожа Хант работает в одной из главных общенациональных телекомпаний. Господин Герден трудится в газете, которую читают во всем англоязычном мире. Но она и он объявили многосоттысячной, возможно, миллионной телеаудитории, что сенаторы-сегрегационисты Джеймс Исланд и Герман Толныч были республиканцами. Вопрос, дамы и господа. Госпожа Хант и господин Герден намеренно лгали или же просто-напросто не знают, что названные Байденом сенаторы были демократами. Я склоняюсь ко второму предположению. Более того, дамы и господа, я почти не сомневаюсь, что и госпожа Хант и господин Герден ни на секунду не сомневались, что Исланд и Толныч были республиканцами. Сразу же должен заметить, она и он выступали в живой программе. Это были не записи. Если бы были записи, они бы их поправили. Это была живая программа, и она и он назвали сегрегационистов, демократов, республиканцами. Теперь я отвечаю на вопрос, почему я считаю, что они не сомневались в том, что Исланд и Толныч были республиканцами. Госпожа Хант и Герден люди из поколения, которого называют миллениум. Она родилась в 1981 году, он и родился в 92-м. Она и он продукт современной американской школы, не только средней, но и высшей. Если они изучали американскую историю, то, разумеется, знают о сегрегации в южных штатах. Не могут не знать, естественно, знают, в южных штатах была сегрегация. Но их учителя в школах и их университетские преподаватели, рассказывая о сегрегации, не называли партию, правившую в южных штатах. Будучи демократами, эти учителя и университетские преподаватели не хотели бросать тень на свою партию. Учителя и университетские преподаватели никогда не упускали возможности обвинить республиканцев в расизме. Школьники и студенты легко усваивали. Сегрегация возможна только там, где правили республиканцы. Кейси Хант и Астет Хэндон наверняка были прилежными учениками, в противном случае они не добрались бы до журналистских высот телекомпании NBC и газеты The New York Times. Миллионы американцев поколения миллениум, то есть родившиеся в период с 1982 года по 2004, понятия не имеют о сегрегационном прошлом демократической партии. И критикуя Байдена, его соперники-однопартийцы рассчитывают на поддержку таких избирателей. Ну, естественно, соперники Байдена нашли союзников в либерально-прогрессивных средствах массовой информации. Тон в антибайденовской пропаганде задает газета The New York Times. Это флагман продемократических средств массовой информации. Процитирую политическую комментаторшу этой газеты, Мишель Голдберг, 24 июня. Она написала статью, статью под таким названием. «Байден не выглядит человеком, имеющим шанс быть избранным». Это название статьи. В статье госпожа Голдберг пишет, я цитирую. «Я не хочу, чтобы Байден стал кандидатом в президенты по идеологическим причинам». Дамы и господа, об идеологии госпожи Голдберг свидетельствует ее прежняя работа, работа The New York Times. Она была в числе ведущих авторов журнала The Nation. Это самый левый, если не считать коммунистический, издание в Соединенных Штатах. Статья ее была опубликована 24 июня, 26 июня. Голеда New York Times напечатала громадную статью. Статья начиналась на первой странице и продолжалась на двух страницах внутри первой секции. Статья называлась так. «Принятые по инициативе Байдена меры привели к заполнению тюрем». «Принятые по инициативе Байдена меры привели к заполнению тюрем». Эта статья о законе, закон назывался так. «Закон по борьбе с преступностью и усилению правоохранительных мер». Закон был принят в 1994 году, в 1994 году, принят Конгрессом обе палаты, которого контролировали демократы. И закон был одобрен Биллом Клинтоном. «Закон ужесточал меры наказания едва ли не за каждое преступление и действительно способствовал заполнению тюрем. Прежде всего тюрьмы заполнялись чернокожими американцами. Инициатором закона был председатель юридического комитета Сената Анкл Джо». Сегодня Анкл Джо пользуется, об этом свидетельствует опросы общественного мнения, большей поддержкой афроамериканцам, чем его соперники в борьбе за номинацию кандидатом в президенты. Статья в газете «Нью-Йорк Таймс» адресована как раз этой категории избирательной, ну и, конечно, молодой поросли понятия, не имеющей проводимой демократами сегрегации в южных штатах. Вот что сказала Байден и прогрессивный мэр Нью-Йорка Билл Деблазия, также претендующий на пост президента. Процитирую марксиста Деблазия. «Байден сделал много хорошего в своей жизни, но он далек от сегодняшней реальности демократической партии». Марксист Деблазия прав. Прошло чуть более двух лет после того, как Джо Байден расстался с вице-президентом, стал частным лицом, и за это непродолжительное время, два с половиной года, демократическая партия превратилась из околосоциалистической в откровенно социалистическую. Нынче в этой партии традиционного либерала Джо Байдена, такого либерала, какими были Линдон Джонсон, Эдвард Кеннеди, Билл Клинтон, сегодня его считают центристом. Вот к такой трансформации своей партии Байден оказался не готов. Это вовсе не означает, что ему не быть кандидатом в президенты и, значит, поверженным на всеобщих выборах. К сказанному, дамы и господа, я хочу добавить кое-что. Что сказанное Байденом во время дебатов, которые были в прошлый четверг, сказанное не столько даже им, сколько Ханелли Харрис, это дама-сенаторша из Калифорнии. Она обвинила Байдена в том, что он выступал против бассейн доставки школьников из черных районов в белые школы, а белых учеников на автобусе в черные школы. Итак, поскольку Байден был против, а он был против, значит, он был расистом. Дамы и господа, вот передо мной интереснейшие цифры. Цифры показывают. Бассинг, то есть перевозку школьников автобусами поддерживали только 9% черных и только 4% белых. Абсолютное большинство, более 90% и черных, и белых были против перевозки своих детей автобусами. И родители можно понять, дамы и господа. Когда человек учился в школе, которая находилась рядом с его домом, родители или родители имели возможность встречаться с учителями. Учителя, как правило, жили в том же самом районе. Это была как бы единая семья учителя, школа, школа, родители. Когда детей стали возить бог знает куда, связь между родителями и школой практически перестала существовать. И совершенно естественно, что родители и белые, и черные выступали против перевозки своих детей автобусами. Сегодня Камила Харрис и другие либералы... Да какие либералы, дамы и господа, они давно уже социалисты. Слово либерал забудьте. Франклин Дилана Рузвельт был либералом. Гарри Трумэн был либералом. Джон Кеннеди был либералом. Что между ними, этими демократами, общего? Между тем, извиняюсь за выражение, шпаной, которая нынче рвется в Белый дом? Ничего общего нет. Но вот госпожа Харрис обвиняет Байдена в том, что он выступал против перевозки школьников. При этом, дамы и господа, она сказала, я была маленькой девочкой, меня тоже перевозили. Дамы и господа, мы должны знать, госпожа Харрис никогда не жила в сегрегационном юге. Никогда. Она родилась в Калифорнии, училась, начала учиться в Калифорнии, потом переехала в Канаду, потом вернулась в Калифорнию. Она не знает, что такое сегрегация. Более того, дамы и господа, ее папа, снимайте, мама из Индии, она к афроамериканцам не имеет никакого отношения. Более того, и папа, и мама, научные работники, PHD, она никогда не жила в бедности. Но сегодня, сегодня она лицетворяет афроамериканцев, которые подвергались сегрегации в Южных Штатах. Какой кошмар, дамы и господа. На этом я заканчиваю монолог, будет небольшой перерыв на рекламу. После этого я с удовольствием вернусь к разговору с вами. Оставайтесь на волне Чикагского радио «Народная волна». Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». А в этом сегменте, как всегда, Алексей с удовольствием ответит на ваши вопросы. Номер телефона в студии 847-400-5200. Алексей, все линии горят. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я уверена, что они знали, эти два журналиста, о том, что они лгут. Они специально лгали, потому что вообще... Но, 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 но. Для того, чтобы быть уверенными... Знали. Они не могли знать. Откуда они это знали? В школах их этому не учили. В школах им говорили, что сегрегандисты могут быть только республиканцы. Откуда они могли знать, чтобы это были демократы? Объясните мне, пожалуйста. Одна из газет ведущих... Окей, окей, окей. Одна из ведущих газет. Слушайте меня внимательно. Если бы он написал статью, статью, в которой он назвал их республиканцами, эту статью бы поправили. Редактор это бы поправил. Он выступал вживую, его никто поправить не мог. Спасибо, Алексей. Почему вы думаете, что они лгали намеренно? У нас есть еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей, здравствуйте. Добрый день. Вот вы мне расскажите, как тут действует в Америке система? Я вообще не понимаю. Вот вы демократы, республиканские партии, сверху донизу. Они сегодня по ветер дул туда, они побежали в одну партию. Почему не пишут заявление, не имеют членские билеты, не платят членские взносы? А вот это мне не понятно, кто есть демократ в Республике. Завтра он такой, завтра он такой. Я отвечаю, почему. Потому что это не Советский Союз. Никаких членских билетов нет. Вы зарегистрировались в одной партии, а потом зарегистрировались в другую. Пример. Хиллари Клинтон была в школьные годы республиканкой и участвовала в избирательной кампании в пользу Барри Голдотера. Хиллари Клинтон стала демократкой. Рональд Рейган был сознательную жизнь с 30-х годов по 1950-е демократом, а потом стал республиканцем. У них партийных билетов нет. Мы живем с вами в другой стране. Вы понимаете? Нет, но этот наш радиослушатель, он у нас с чувством юмора, поэтому он всегда задает такие смешные, интересные вопросы. Он прекрасно все понимает. Толя, этот вопрос не смешной и не интересный. Он свидетельствует о том, что этот смешной радиослушатель просто не знает американской истории. Вот и все. Ну да, может быть, но тем не менее. Алексей, скажи мне, пожалуйста, кстати, вот интересная вещь по поводу того, что знают, что не знают. Камала Хэррис, когда она отчитывала Джо Байдена на вот этих дебатах, я их смотрел и первый день, и второй день от начала до конца. Вопрос такой. Но она же понимает, что то, что она говорит, это абсолютно элементарно проверяется. То есть вы считаете... Толя, Толя, демократы сейчас, сейчас не всеобщие выборы, сейчас первая стадия выборов. Демократы рассчитывают на поддержку тех, кто будет голосовать в праймерис и в кокусах. В праймерис и кокусах голосуют, как праведа, идеологизированные избиратели. Это касается и республиканцев, это касается и демократов. Она царица нынешней молодой поросли. Она может лгать и врать сколько угодно. Никто ее проверять не будет. Это во-первых. Во-вторых, ни одно средство массовой информации, которое поддерживает демократов, никогда не скажет, что она лжет. Она знает, что ее не поймают за руку и публично не объявят, что она лживая девица. Вот и все. То же самое касается и однопартийцев. Они могут говорить все, что угодно. Никто их не поймает за руку. Им нужны голоса демократов. Сейчас, когда дело дойдет до всеобщих выборов, кто-то из них станет кандидатом демократической партии, им, естественно, нужны будут голоса и независимых избирателей. Тогда, может быть, они будут более осторожными, не будут открыто лгать. Сегодня они могут лгать сколько угодно. Но ведь сегодня создается, уже создается так называемый официальный рекорд того, что они говорят. То есть все то, что они говорят сейчас, может работать против них. — Ольга, объясните. Вот становится кто-то кандидатом демократической партии, мистер Икс, кто угодно. Как вы думаете, как вы думаете, вот ваши газеты «Чикаго Трибюн», или газета «Нью-Йорк Таймс», или газета «Вашингтон-Пост», или компания «СНН», или компания «НБЦ»? Кто-нибудь напомнит избирателям, что год назад не лгали? Никто не напомнит. Они прекрасно знают, что 90% средств массовой информации их поддерживает. И никто не напомнит массовому избирателю во время второго этапа избирательной кампании, что они лжецы. Никто. Они это знают. Вот и все. Хорошо, тогда вот такой вопрос. То есть вы считаете, что, допустим, Камела Херрис становится номинантом от демократической партии? Вы считаете, что в дебатах, допустим, с тем же Трампом не всплывет вот этот ее разговор, и не всплывет то, что она лгала на праймерис? Толя, вспомните дебаты Митта Ромни с господином Бараком Хусейном Обамы. Дебаты, в которых Обама лгал. Он был пойман до дебатов в тот год. Он сказал Медведеву в Сеуле, вы помните, да? Да, 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 конечно. Он сказал, передайте Владимиру, что когда меня переизберут, я буду более гибким. Напомнили, Ромни сказал, что нужно бояться России в первую очередь. На что Обама ему ответил. О, вы опять за все то же самое, вы как живете в холодной войне. Кто напомнил Обаме, что он говорил? Нью-Йорк Таймс напомнил о том, что он сказал на Дебедеву? В Вашингтон-Пост напомнил? Нет, не напомнили, но вы понимаете, что МИД... Эти люди прекрасно знают, что на них нет права, что они могут говорить все, что угодно. А когда Трамп или что-то скажет, эти же самые СНН объявят. Ну, конечно, Трамп, он расист, он ненавидит черных, он еще что-то. Вот и все. Понятно. Ну, единственное, я с вами согласен в принципе полностью, но сравнивать Дмитра Амни и Доналда Трампа вообще просто даже невозможно, как кандидатов от республиканской партии, скажем так. Давайте, у нас есть вопрос. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что вы открываете нам глаза, но если до этого докопался Алексей Орлов, то почему, когда выступают стратеги, даже на Fox News, стратеги республиканцы, об этом ни слова не говорят? Неужели никого там нет, который выступил? Окей. Во-первых, я должен сказать, что о прошлом Хамила Карис, о том, что она не имеет никакого отношения к афроамериканцам и все, об этом говорят и на Fox News. Более того, я советую ориентироваться не столько на Fox News, сколько на Раша Лимба по радио, на Шона Хеннити по радио, на Марка Левина по радио. В радиопередачах люди позволяют себе говорить больше правду и больше открыто, чем на телевидении, понимаете? Поэтому не опирайтесь на Fox News. Хотя, опять-таки, повторю, Fox News ни в одной передаче сообщили, что из себя представляет прошлое Хамила Харис, что телезрители Fox News, это не секрет. Но кроме Fox News существуют другие телеканалы, которые об этом ничего не сообщают и ничего не говорят. Кстати, Алексей, должен у вас спросить, а вы не слышали случайно, вот буквально вчера вышли рейтинги за последний квартал в разных средствах? Не квартал, а рейтинги вышли за последние дни, за квартал вышли, сколько люди собрали миллионов долларов? Не-не-не, за квартал, вот вчера закончился второй квартал. И был подвезен итог, сколько они денег собрали? Это собрали денег. Я вам говорю про рейтинги телеканалов, средств массовой информации и так далее. Рейтинги, Толя, проводятся постоянно, постоянно. Рейтинги после дебатов, прошедших на прошлой неделе, показали, что Хамила Харис почти что догнала Анкла Джо, почти что догнала. Это рейтинги показали, что на третьем месте находится госпожа Уоррен, что мистер Сандлер Крэйзи Берни опустился на четвертое место, а на пятом месяце по рейтингу находится мэр Питт. Мэр Питт. Мэр Питт, да. Мэр – это замечательное лицо. Если он станет президентом, то он одновременно будет и президентом, и первой леди. Да-да, сразу в одном лице. Нет, я говорю вам сейчас об рейтингах средств, самих по себе средств массовой информации. Фокс Ньюз продолжает занимать первое место. Утренние программы Фокс Ньюз уже 70 кварталов занимают первое место в утреннем телевидении. Толя, я вас перебью. Давайте возьмем, к примеру, сколько людей слушают Фокс Ньюз и смотрят. А потом возьмем и сложим количество зрителей на CNN, на WNBC, на CBS, на ABC, на ABC. Да, Фокс лидирует среди всех. Но если мы возьмем общее число телезрителей на других телевизионных каналах, то этого много раз будет больше, чем Фокс. Рассказываю следующий рейтинг. Факт можете проверить. За последний квартал Фокс получил больше рейтинг, чем CNN и MSNBC комбайн. Сложите Толя, CNN и WNBC. Сложите их. А потом сложите еще к ним, приплющите ABC, к ним присоединитесь CBS и к ним присоедините NBC. Плюс присоедините десятки местных телеканалов, которые поддерживают демократов. Да. Ну, я ваш поинт понял. Так, теперь. Сейчас, одну секундочку, попробуем принять еще один звонок. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Алло. Я вас слушаю. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Я ничего не понимаю, Толя, то, что говорят. Сейчас, сейчас, я тоже пытаюсь. Да, я, я к чему, я к чему, понимаете, что, как с нашей точки зрения, я, к чему, я, к точке зрения, такая же, как Кулатник, как у вас, она, как-то, каким-то здесь. И это, как раз, охраняло речки и не саси. Кто бы и жили, их, не дай бог, не будет иском, они уничтожат эту сумму, что увидят, как мы ее знаем. Любой. Абсолютно. Я, я прошу прощения, вы, у вас, действительно, там какие-то сумасшедшие помехи на линии. Но, Алексей, о чем говорит наш радиослушатель, он сказал, что он абсолютно с нами согласен и хрен редкий, не слаще. Поэтому, кто бы из сегодняшних номинантов не стал, не дай бог, президентом страны, на этом бы закончилась наша страна, так, как мы ее знали до сегодняшнего дня. Ну, вот где-то так. Толя, и да, и нет. И да, и нет. Значит, такая страна, как Соединенные Штаты в Америке, не может закончиться в один срок какого-либо президента. Самого-самого плохого. Заложенные демократические институты более-менее сохраняются и сломать их в течение года, двух, трех лет. Но если кто-то из этих отморозков выиграет выборы, потом выборы выиграют его однопартийцы в палате представителей и Сенате. Если палаты представителей и Сенат примут решение увеличить число судей в Верховном суде, если они откроют избирательные урны нелегальным избирателям, то в течение нескольких лет, не одного года, двух, трех, а скажем, в течение пяти, шести, семидесяти, конечно, Соединенные Штаты станут однопартийной, демократической, социалистической страной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я надеюсь, этого не произойдет. Но мы живем в интересном мире. Так, есть звонок. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Это еще я. Просто я хочу сказать, что... Постарайтесь говорить непосредственно в телефон. Вы говорите через Bluetooth. Подождите, пожалуйста. Сейчас случаем? Да, да, пожалуйста. Да, так вот я хочу сказать, что Трамп призывал всех, соглачившись, не оспаривать решение Верховного суда. Хотя Роберт оставил насчет этого. Баттл Сосе Тензеншит. Теперь все можно. Он призывал нас, кинул, так что все, чего мы боимся, произойдет. Они всего голосуют. Во всех Калифорниях, Нью-Йорках, Вилиной будет массовое голосование нелегалов. И с учетом того, что Нью-Йорка Республиканская партия вообще не существует как таковая, будем иметь в виду... Вы не знаете, что я имею в виду, что... Конечно, конечно. ... Республиканской партии был членом Республиканской комитеты. Он, оказывается, существовал, конечно, в пользу демократических кандидатов. Да. Так что это все фейк. Понятно. Спасибо большое. Алексей, у нас остается ровно три минутки. Пожалуйста, ваше заключительное слово. Мы больше звонки не понимать не будем. Мы через неделю будем говорить о джерри-мандеринге. Джерри-мандеринг. Знаете, что такое? Окей. Недавнее решение Верховного Суда. Одно на прошлой неделе. Одно, мы знаем, было связано с переписью населения. Второе было связано с джерри-мандерингом. Вот через неделю мы будем говорить об этом животном. Джерри-мандеринг. Очень интересная тема, имеющая глубокие корни в истории. Глубокие. Это речь пойдет, грубо говоря, по-русски политическое районирование. Как демократы и республиканцы комплектуют границы избирательных округов для того, чтобы в палату представителей попало больше их однопартийцев. Вот на эту тему мы будем говорить ровно-ровно через неделю. Желаю подготовиться, прочесть учебник истории. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы. Спасибо огромное, Алексей. Я вас хочу поздравить с наступающим днем независимости. Желаю вам, ну, хотя бы вкусненько покушать и отдохнуть, а может быть даже посмотреть на фейерверк. Это тоже интересно. Я буду, Толя, завтра смотреть военный парад в Вашингтоне. Пойдут танки Шерма. Да, 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 да. Помните, как в этом анекдоте, когда докладывают командование Китайской Народной Республики, что сначала пойдут танки, говорят, как, сразу все? Нет, сначала один, потом второй, а потом полетят самолеты. Он говорит, что, неужели все? Нет, только один, потому что остальные пилоты болеют. Ну вот, так что завтра будет серьезно. Мы увидим самолеты, и я увижу танки. Да, 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 будьте здоровы, Алексей, до следующего дня. Субтитры сделал DimaTorzok